Уважаемые коллеги, я рад вас приветствовать на серии вводных лекций для мастер-класса по масспектометрической визуализации метаболитов растений. Мастер-класс проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в соответствии с соглашением о создании и развитии научного центра мирового уровня агротехнологии будущего. Перед началом мастер-класса у нас будет три небольших вводных лекции. Первая лекция будет посвящена метаболомике, что это за наука, какие направления она исследует, как готовить образцы для работы с ней. Вторая лекция будет уже по методам исследования, по масспектрометрии и хроматомасспектрометрии и жидкостной в основном, но немножечко мы затронем с вами и другие методы исследования. И третья лекция будет по непосредственно масспектрометрической визуализации для того, чтобы на самом мастер-классе мы могли уже сосредоточиться конкретно на том, как осуществить этот метод, как его реализовать при помощи имеющегося у нас оборудования. Итак, очевидно, что науки, которые оканчиваются на омику, это науки, которые изучают не отдельно взятые явления, а целиком достаточно большой набор каких-либо веществ, либо процессов, то есть мы будем говорить о геномике, о скриптомике, о протеомике, ну и соответственно метаболомика в этом отношении тоже то, что называется омная наука. Метаболиты, то есть то, чего мы изучаем, это органические вещества совершенно разнообразной природы, как вы видите, и по своей растворимости, и по наличию какого-то локального заряда на молекуле, и по другим свойствам, размером массы где-то от 50 до 1500 дальтон, но, конечно же, здесь есть исключения, в принципе, конечно, могут там встречаться и более тяжелые молекулы. Эти молекулы, еще одно важное условие, должны являться промежуточным или конечным продуктом биохимических реакций, происходящих в клетке, и либо это должны быть вещества, которые в клетке присутствуют, либо это вещества, которые в клетку были привнесены извне, и клетка каким-то образом их может преобразовывать, или каким-то образом они влияют на ее дальнейшую работу. Ну вот определение метаболомики, мне кажется, нужно было бы дать немножечко в измененном виде, потому что если говорить о том, что она изучает всю совокупность метаболитов, ну не очень понятно. А вот то, что на самом деле делает метаболомика, она изучает следы этих реакций, то есть это изучение неких уникальных химических следов, которые остаются в процессе работы, клеточных биохимических процессов, или нарушений этих процессов. Конечно же, вы видели вот такие карты метаболических путей, еще на курсе биохимии. Тем не менее, понятно, что вот такие карты нам, с одной стороны, очень полезны, потому что позволяют оценить взаимоотношения различных промежуточных метаболитов, и, соответственно, конечных, позволяют нам понять, каким образом из какого-то исходного вещества внутри клетки могут быть получены другие вещества, ну и каким образом воздействие на какие-то ферменты, например, или на соотношение каких-то веществ может в итоге выразиться в изменении фенотипа, будь то фенотип, который мы видим, либо то, что называется расширенным фенотипом, то есть химический состав получаемых нами объектов. Здесь нужно сразу же остановиться еще на одной интересной особенности. Как вы видите, достаточно многие из этих путей, из этих продуктов, связаны между собой не одной линией, а целым набором линий, то есть из одного исходного соединения может получиться другое соединение несколькими разными путями. И в данном случае это напоминает такую некую карту, которую мы привыкли видеть, например, карту Санкт-Петербургского метрополитена, где мы знаем, что если мы хотим от какой-то одной станции добраться до какой-то другой станции, в принципе, у нас есть несколько путей, и если какой-то из этих путей будет не способен осуществить на пересадку, у нас не будет этого преобразования, скажем, по аналогии с предыдущей картинкой, то есть другие возможности все-таки сюда добраться. Но здесь же возникает и проблема. Давайте возьмем какую-нибудь очень простую, очень простую участку, небольшой, это карт, например, синтез флавоноидов, о которых мы будем дальше говорить. Как вы видите, получение какого-то вещества возможно достаточно большим количеством различных походных путей. И первое, то что у нас есть набор вот таких альтернативных вариантов. Второе, что если у нас какой-то из этих путей не будет работать, при наличии походных путей у нас могут образовываться в большем или меньшем количестве промежуточные вещества. Ну и третье, то что важно, посмотрите, это сеть взаимосвязанных реакций. Какие-то реакции идут быстрее, какие-то реакции идут медленнее. Но если мы еще вспомним, что большинство из этих реакций все-таки идут под управлением определенных ферментов, и эти ферменты регулируются, и имеется для большинства реакций какая-то обратная связь, то мы получаем очень такую сложную саморегулирующуюся систему. И получив стоп-кадр этой системы, просто количество соединений в определенный промежуток времени, мы не всегда получаем полную картину. В идеале нам бы, конечно, получить не только концентрации всех этих веществ, но еще в каждый промежуток времени. Потому что у нас есть циркадные ритмы, у нас есть другие изменения. Более того, многие из этих реакций в клетке идут тоже циклически, меняя концентрацию исходных и полученных веществ не постоянно, а тоже в виде каких-то определенных временных таких циклов. Тем не менее, такой подход с использованием этих карт нам может быть очень полезен. И нужно отметить еще один момент, а именно то, что вот эти карты из киотской энциклопедии, например, генов и геномов, как представлено здесь, они очень хорошо показывают то, что называется первичный метаболизм, то, что необходимо для выживания, для, собственно говоря, продолжения рода для наших растений. Но не все варианты вторичного метаболизма здесь могут присутствовать. То есть, базы данных карты не всегда являются полными. И более того, есть некоторые реакции, которые присутствуют, в том числе и на этой карте, которые происходят спонтанно, без использования каких-либо ферментов. И, соответственно, если у нас есть какое-то вещество, которое спонтанно преобразуется в другое, есть проблемы с его идентификацией и работой с ним. Мы уже назвали такие понятия, как первичный метаболит и вторичный метаболит. Для растений мы можем дать им определение, как первичный метаболит – это то, что необходимо, чтобы растение смогло оставить потом, чтобы оно нормально развивалось и, соответственно, сформировало семена, которые могут потом прорасти. Вторичный же метаболит – это вещество, которое напрямую в этих функциях не участвует. Но, так как наличие и разнообразие вторичных метаболитов оно в растениях достаточно высоко, то, вероятно, оно поддерживается естественным отбором и, соответственно, оно важно для эволюционного успеха растения. Ну и примером таких вторичных метаболитов могут быть, прежде всего, например, пигменты, которые изменяют окраску. Понятно, для чего это может быть нужно. Это вещества, которые являются веществами, отпугивающими вредителей. Либо есть еще возможность наличия веществ, которые как раз-таки привлекают хищников, которые охотятся на этих вредителей. Это различные вещества для взаимодействия с микробиомом. Например, если мы будем говорить о резосфере, то можно тоже самый стригалоктон вспомнить, флавоноиды некоторые и так далее. Таким образом, у растений разнообразие вот этих вторичных метаболитов очень высоко. Но, я думаю, понятно, почему. В отличие от животного, растение не может изменить среду, в которой находится, взять и просто убежать. Единственное, что оно может делать, это использовать синтез различных веществ и обмен этими веществами с окружающей средой, для того, чтобы обеспечить себе выживание в таких непростых условиях. Чтобы понять, почему нам все-таки при наличии геномики, транскриптомики, протеомики, необходима еще метаболомика, почему нам нужно изучать этот уровень, который находится, скажем, наиболее близко к фенотипу, мы можем вспомнить, конечно же, такой редукционистский взгляд на биологию, где все стрелочки однонаправлены, все идет в одном направлении, от ДНК к фенотипу. Но, естественно, такой редукционистский взгляд на биологию сейчас уже не является правильным. В том смысле, что целое – это не сумма этих отдельных частей. Если у нас будет набор запчастей, из которых можно собрать автомобиль, мы не можем на этот набор запчастей сесть и поехать. Важно еще взаимодействие этих частей между собой, их взаимное положение, их взаимная функция. И здесь точно так же можем говорить о том, что все вот эти омные науки, геномика, транскриптомика и так далее, изучают отдельные части, которые между собой достаточно тесно связаны. Еще мы забываем о двух важных вещах. Это внешняя среда, которая влияет очень сильно, как минимум, на протеом и метаболом. На самом деле, антракриптомогеном тоже. И фенотип. Дело в том, что под фенотипом мы привыкли видеть какие-то наблюдаемые признаки. Но ведь если мы говорим о химических реакциях, которые мы не можем напрямую наблюдать, то здесь можем говорить о таком скрытом фенотипе. Если мы хотим его полностью описать, то мы должны говорить о расширенном фенотипе. И сейчас появляется еще одно направление, такая наука, которая называется феномикой, которая как раз таки описывает полностью все параметры. В данном случае, раз мы говорим о растениях, растения, включая и наличствующие в нем метаболиты. Здесь важно обратить внимание на время, на которое происходит регуляция каждого из этих этапов. И мы увидим, что метаболом в данном случае это то, что наиболее быстро отвечает на изменения внешней среды, на изменения протеома. Ну и, соответственно, если что-то меняется в фенотипе, это тоже будет иметь отношение к изменению метаболома в том числе. Поэтому, конечно же, его изучение нам интересно. Ну и как пример, почему мы не можем ограничиться, например, геномом или протеомом, представьте, что растение встретилось с каким-то неизвестным веществом или с каким-то новым воздействием внешней среды. Понятно, что геном может, конечно же, предположить, как растение могло бы в принципе в разных условиях отреагировать. Протеом – это то, что эти изменения бы заставляло сделать, но предсказать, даже изучив полностью геном транскриптового протеом, с чем растение реально встретится в внешней среде, мы не можем. Поэтому, конечно же, здесь нам необходимо изучать метаболом. В связи с этим, мне очень нравится вот такое определение, по которому геном – это что? Может получиться и как организм в принципе может отреагировать на некие внешние события. Транскриптом – это то, что, ну опять же, с определенной долей вероятности, потому что не все, что мы в тракцептоме видим, имеет отношение к синтезу белков, не все в итоге будет влиять на протеом, поэтому с определенной долей вероятности оно, тем не менее, происходит. Протеом – это то, что эти изменения заставляют происходить. Опять же, тут важно не только наличие белков, но и посттрансляционной модификации, активны ли они или нет. А метаболом – это то, что уже произошло. То есть, видите, здесь остается памятный след. Поэтому, если мы будем говорить, например, о сборе образцов, нам важно учитывать этот момент, что все, что происходило с растением, даже до момента сбора и каких-то отдаленных последствий, может иметь отношение к метаболому. Ну и то, что происходит прямо сейчас. Потому что, если мы добавили какое-то вещество в растение, и тут же взяли пробу, это вещество мы тоже с вами получим. Теперь мы можем с вами подумать о практическом применении метаболомики растений. Потому что одно дело – это, конечно, фундаментальная наука. С другой стороны, какие приложения могут быть, какие приложения уже есть. Конечно же, здесь приходит в голову применение в селекции. То есть, как, скажем, маркеры неких признаков. Предположим, что у нас есть какие-то признаки, они, естественно, будут коррелировать определенным образом с изменением метаболитов. Конечно, здесь есть вопрос о том, корреляция ли это или это взаимосвязь. Потому что не все, что коррелирует, действительно функционально как-то взаимосвязано. Но, тем не менее, мы можем с вами отобрать некие метаболиты, которые будут являться маркерами. И вести отбор, не дожидаясь, например, полного созревания растения, а просто по наличию и количеству этих метаболитов, отбирая только те растения в размножении, в которых эти метаболиты представлены в большом или малом количестве. Поэтому урожайность, пенохимические маркеры, кроме этого, понятно, что мы сейчас очень часто применяем гибриды. И явление гетерозиса тоже имеет свои определенные биологические маркеры. Естественно, размножать гибриды достаточно дорого и имеет свои сложности. И поэтому здесь, если мы могли бы эти же биохимические маркеры заставить работать в растениях, возможно, мы какую-то часть этого явления гетерозиса могли бы с вами получить и вот таким способом. Так что это еще одно направление. Ну, понятно, качество. Состав метаболитов, которые, если мы растения употребляем в пищу или каких-то других применений. И подбор, конечно же, сортов под конкретное применение. Потому что, в зависимости от того, что мы с вами хотим делать с растением, а мы можем с ним делать разное, можем употреблять плоды, мы можем использовать его как сидират зеленого удобрения, мы можем его каким-то образом ферментировать, то требования к составу и первичных, и вторичных метаболитов будет различаться. И, в принципе, вот при таком анализе можно ввести подбор сортов под конкретные применения. А дальше можем оценивать ответ на стресс, как биотический, там, засоленый, засуха и какие-то инсоляции, например, слишком большая, слишком малая, так и на биотический стресс, например, на воздействие вредителей или на то, как это растение взаимодействует со своим микробиомом. Вот пятый пункт, который здесь есть, это, соответственно, сигнальное взаимодействие и оценка биохимических путей в сложном комплексе видов. Ведь если мы тот же самый микробиом будем изучать, видов много, не все из них можно вырастить на чашке, но если мы будем изучать метаболом, то мы сможем увидеть, какие соединения там присутствуют. И, естественно, по их наличию, по их изменению, можем говорить о функциях и о биохимических путях, которые в этом сложном комплексе видов в данный момент происходят. Также важной частью является оценка и использование генетического биоразнообразия. Это и анализ мутантов. Если у вас есть, скажем, коллекция линий или коллекция мутантов, вы можете оценить проявление не только чисто фенотипически видимых невооруженным глазом признаков, но теперь уже и расширенное фенотипирование, то есть посмотреть, что биохимически различается. Это и функциональная геномика, когда мы можем с вами попытаться изучить функцию какого-то гена, вызвав его, например, сверхэкспрессию и оценив, а что меняется в метаболоме в ответ на вот такую сверхэкспрессию. Кроме этого, очевидная вещь – это оценка конечного продукта, то есть что мы в итоге получили. И здесь тоже очень немаловажно – это анализ трансгенных организмов. Понятно, что, конечно же, организмы, которые мы получаем при помощи мутогенеза, будут иметь гораздо больше изменений в своем метаболоме, потому что, в принципе, вместе с теми мутациями, которые мы будем поддерживать, будут накапливаться и другие, которые мы, в принципе, здесь не хотели. Ну, а в случае, если мы будем с вами использовать трансгенные организмы, мы можем уже очень точно менять какие-то определенные биохимические процессы. Ну, и, естественно, мы можем теперь при помощи метаболомики подтвердить, во-первых, насколько наше растение эквивалентно исходному, за исключением того пути, который мы с вами изменили, и насколько хорошо мы этот путь с вами изменили, насколько больше этого продукта стало или меньше, или каким образом он изменился. Ну, и последнее, я не буду перечислять множество различных применений, сразу к 11-му пункту перейдем, это так называемая нутриомика. Конечно, к самой метаболомике растений прямого отношения она, конечно, не имеет, но, естественно, если мы говорим о растениях, прежде всего, что нам приходит на ум, это использование их в качестве пищи. И есть направление, которое пытается создавать так называемую функциональную пищу, или персонифицированную пищу, если хотите. Понятно, что соотношение различных компонентов и их наличие может влиять на, собственно говоря, наше здоровье. И есть предположение, что если мы будем подбирать правильную пищу, конечно, это не диетология, это все-таки немножечко другое, тем не менее, мы можем какие-то особенности индивидуальные учесть и таким образом скомпенсировать какие-то метаболические, скажем, недостатки и за счет этого улучшить качество жизни человека. То есть такое направление, которое изучает, что содержится в нашей пище, каким образом оно меняется при переработке и каким образом можно было бы создать пищу, которая бы имела, понятно, что не очень большой, но все-таки значимый эффект при подборе уже индивидуальном. Давайте рассмотрим несколько примеров. Достаточно старая статья еще 2011 года, выполненная на рисе, где посмотрели корреляцию между определенными признаками, ну, например, размер зерна, вес тысячи зерен, содержание железа, насколько хорошо зерна прорастают и так далее с метаболитами. Причем, посмотрите, здесь в основном первичные, конечно же, метаболиты находятся. И действительно, мы теперь видим, что есть очень хорошая зависимость между признаками, которые мы хотим изменять и концентрации определенных метаболитов. То есть, мы можем их использовать либо как маркеры при дальнейшей селекции, либо, если мы хотим что-то изменить, мы можем с вами изменять биохимические пути, которые будут приводить к накоплению данных вторичных метаболитов большему, ну, и, вероятно, к изменению тех признаков, которые мы хотим с вами получить. Очень кратко другие примеры. Ну, опять же, рис. И было проведено такое большое исследование, когда делали сверхэкспрессию генов риса в модельном растении, в аробидопсисе, и смотрели, каким образом изменяется метаболом. То есть, по сути дела, это возможность получения такой функциональной генетики. Мы получили с вами ген, мы его сверхэкспрессировали и посмотрели, какой ответ это нашло в метаболоме. Даже если мы не знаем его функцию, если еще, например, белковый продукт нормально не описан, то мы можем предположить эту функцию, исходя из изменений нашего метаболома. Естественно, очень много статей и исследований, которые смотрят метаболом коллекции различных мутантов или, соответственно, тех, которые были получены нормальным путем или которые были получены при нокауте определенных генов, которые регулируют определенные признаки. Ну и еще одно связанное с предыдущим это, конечно, изучение метаболома видов, которые встречаются в дикой природе и могут являться донорами полезных признаков. Как я уже говорил, вот эта метаболическая карта из киотской энциклопедии генов и геномов, которую я показывал на втором слайде, естественно, не является полной. Мы не знаем всех вторичных метаболитов, которые присутствуют в растениях. Некоторые из них могут оказаться нам полезными, иметь какую-то определенную биологическую активность. И, конечно же, вполне возможно, если мы такой метаболит находим, можно думать о переносе этого признака в какие-то наши культурные растения. Ну и пример для двух наиболее хорошо изученных это кукуруза. Как видите, здесь и выбор линий с питательной ценностью с использованием метаболомики был сделан. Для риса сравнивалось разнообразие метаболитов между рисом и кукурузой, чтобы можно было возможно перенести какие-то необходимые метаболиты, их синтез одного растения в другое. Ну и для того и для другого растения оценивалась устойчивость к абиотическому стрессу, в данном случае к засухе. И посмотрите, как ни странно, несмотря на то, что близкие растения, эта устойчивость связана с накоплением различных метаболитов. Ну, здесь можно пофантазировать относительно того, что если, может быть, объединить накопление всех веществ, которые накапливаются в крузиврисе, мы получим растение, которое еще более будет устойчиво к засухе. Хотя это в виде такой фантазии. Давайте теперь оценим сложности, которые у нас с вами встречаются при работе с метаболомом. Ну, прежде всего, давайте посмотрим на разнообразие соединений, на комплексность этой умной науки. В принципе, где-то от 5 до 25 тысяч соединений на растения оценивается, оценки разные, и если говорить о соединениях, которые присутствуют во всех растениях, которые находятся на земном шаре, это где-то от 200 тысяч различных соединений до миллионов. То есть, в принципе, получается не так много. Если мы сравним с геномом, транскриптовым, протеомом, ну, для отдельного растения это даже получается меньше. Для всех растений, в общем-то, тоже разнообразие такое, больше, конечно, чем для тех же самых животных, но все равно то, с которым можно было бы справиться. Однако, есть и сложности, о которых мы поговорим чуть дальше. Ну, на этом слайде можно упомянуть хотя бы то, что если мы будем говорить о массе этих соединений, и вы помните, в определении мы сразу сказали от 50 до 1500 дольтон, за некоторыми исключениями, то большинство этих соединений будет лежать в очень узком регионе, где-то от 150 до где-то 800 дольтон. И, естественно, у нас большинство соединений имеют химический состав, включающий в себя углерод, водород и кислород. Меньше соединений сюда, если мы добавим еще азот, фосфор и серу. Многие из соединений изобарны, то есть состоят из тех же самых элементов и только то, как они связаны между собой, различаются. Ну и, естественно, базы данных у нас далеко не полные. Они еще все еще пополняются. Конечно, есть базы данных синтетические, когда просто все возможные варианты элементного состава рассматриваются, но, естественно, с этими базами тоже есть проблема, потому что не все из предположенных структур и из предположенных соответственно соединений могут встречаться в реальных растениях. В связи с этим давайте попробуем более подробно об этом поговорить. Что мы хотим знать, если мы говорим о метаболитах? Конечно же, количество метаболита в данное время, в данной ткани, в данном растении, при данных условиях и так далее. Конечно, нам было бы интересно функцию метаболита, во что он дальше преобразуется, в каких метаболических путях он участвует, какие ферменты, белки, нужны для его преобразования, для получения или преобразования в другие, какие гены в общем-то относятся. Поэтому есть достаточно большое количество таких метабаз данных, где объединены метаданные как геномных, транскриптомных, протеомных, так и метаболомных исследований. Опять же, та же самая киосская энциклопедия геномов, тому в пример. Но есть и специализированные базы данных, которые как раз таки больше ориентированы на взаимодействие метаболитов. также нас может интересовать когда и где появляется данный метаболит, то есть стадия развития растения, органы, ткани, возможно даже клеточные компартменты, в которых этот метаболит представлен. Ну и крайне желательно не просто некий метаболит под номером, а иметь аннотацию даже неизвестных метаболитов, как мы уже говорили, база не является далеко полной, и в некоторых случаях можем получать достаточно большое количество соединений, которые мы точно их не структуру, может быть даже в некоторых случаях состав не знаем, и конечно же их идентификация тоже нам была бы интересна. Какие проблемы у нас есть для решения вот таких задач? Ну первая проблема это очень различная химическая природа. Если мы будем говорить о геномике, у нас всего 4 кирпичика строительных блока, и в общем-то это легко секвенируется и легко со структурой разобраться сравнительно. Троскриптомика тоже 4, протеомика, тут конечно появляются сложности, уже 20 блоков, плюс есть пострансляционные модификации, плюс есть вторичная, третичная и так далее структура, но все равно это не так комплексно, как метаболомика. Здесь у нас очень разная химическая природа. Мы будем говорить о способах разделения веществ за счет различных свойств гидрофобности, гидрофильности, наличия заряда, размеров молекулы, и так далее. Следующая проблема это то, что соединения у нас неравномерно расположены внутри нашего образца. Какие-то соединения представлены в каких-то только определенных клетках, только определенных тканях, только определенный период развития растения. И вот здесь как раз у нас есть два выхода. Либо микродиссекция, когда мы вырезаем под микроскопом различными способами небольшой участочек нашей ткани и собираем его достаточном количестве для исследования. Либо то, чему будет посвящен наш мастер-класс, это масс-спектрометрическая визуализация, которая тоже, несомненно, имеет достаточно большое количество ограничений, но, тем не менее, позволяет увидеть вот эту локализацию сразу же. еще одна проблема. Все это очень быстро меняется по времени. Циркадные ритмы, стрессы и так далее. И, конечно же, как мы говорили, что метаболокомика изучает следы биохимических реакций, то есть учет предыдущего состояния. Здесь единственное, что мы можем сделать, это стандартизация выращивания растений, стандартизация взятия проб. Ну и в этой лекции мы более подробно об этом поговорим. Очень много соединений со схожими или равными массами изобарных соединений. Мы уже говорили, за счет химической природы мы их можем разделить. Можем использовать новые подходы, такие как ионная мобильность вместе с масс-спектрометрией. И у нас есть, конечно, ИМР-спектроскопия, с которой мы можем тоже эти проблемы решать. Еще одна проблема это очень большая разница концентраций. То есть, 1 к 10 в минус 8 степени это, в общем-то, соотношение какого-нибудь первичного метаболита, которого много, какой-нибудь там, например, сахар, с каким-нибудь редко встречающимся соединением, например, каким-нибудь растительным гормоном, не знаю, стриглоктоном каким-нибудь или еще чем-нибудь. И здесь мы можем с вами либо удалять из смеси то, что присутствует в очень большой концентрации, то есть, делать истощение селективное нашей смеси, или можем концентрировать нашу смесь из большого количества растений, чтобы получить достаточное количество того соединения, которое мы хотим с вами исследовать. И, соответственно, это будет у нас селективное обогащение. Ну и последнее. Мы уже говорили, что вот на этой карте метаболической не все реакции опосредуются определенными ферментами. Некоторые реакции идут спонтанно и получают, что некоторые метаболиты, в общем-то, нестабильны. Если мы будем хранить их при обычных условиях, то эти изменения будут происходить. Более того, если мы сразу же не остановим ферментативную активность, а гомогенизируем наш образец, то, понятно, за это время эти ферменты продолжат работать и соотношение метаболитов, которые мы получим, будет включать не только соотношение метаболитов, которое было в нашем растении, но и соотношение метаболитов, которое получилось за счет изменения их концентрации при действии этих ферментов уже в гомогенате. Так что здесь проблема остается. Какие здесь есть варианты? Криохранение, криогомогенизация и дальнейшее выделение образцов таким образом, чтобы сразу убрать ферментативную активность, чтобы белки сделать неактивными. Ну, а для соединений, которые быстро преобразуются, подобрать условия, которые позволят эту реакцию остановить. Изменение PH, изменение температуры, добавление каких-то других агентов, в общем, смещение реакции в ту сторону, которая нас интересует. Ну, и методы. Как мы все это можем с вами исследовать? Более подробно про методы мы будем с вами говорить на второй лекции. Исторически первый метод, которым, в принципе, работал метаболомик, это была ЭМР-спектроскопия. Метод до сих пор очень важный, но мы, как с вами увидим, имеют свои достоинства и недостатки очень выраженные. Это второй метод, опять же, исторически используемый, газовая хроматом спектрометрия. Она очень хороша тем, что она очень хорошо стандартизирована, долго используется, имеется большое количество уже библиотек спектров соединений. Ну, и за счет вот такой стандартизации получаемые результаты в разных лабораториях, на разных установках можно достаточно легко сравнивать. Однако она ограничена определенными классами соединений и не все соединения можно при помощи нее, к сожалению, исследовать. И в связи с этим последние лет 15-20 набирает популярность в метаболомике жидкостная хроматомаспектрометрия, которая позволяет работать с гораздо большим количеством соединений, но здесь до сих пор отсутствует такая стандартизация, конечно же, не такие полные, как для газовой хроматомаспектрометрии база данных есть свои особенности. Ну, и в основном мы, конечно, будем говорить именно о жидкостной хроматомаспектрометрии, прежде чем перейдем к методам масс-спектрометрии, позволяющим визуализировать метаболиты уже на срезе. Ну, и здесь я не привел, наверное, можно было бы еще четвертым пунктом поставить. Это методы спектроскопии при помощи излучения разной длины волны. Чаще всего это ближняя и средняя инфракрасная область, это видимый спектр, это ультрафиолетовая область ближняя, которая позволяет исследовать материал без его разрушения, так же, как и эмар-спектроскопия. То есть, если в газовой жидкостной хроматомаспектрометрии мы должны материал измельчить, гомогенизировать, выделить из него необходимые аналиты, то в случае эмар-спектроскопии и в случае спектроскопии видимого света инфракрасной и ультрафиолетовой мы этот материал можем без разрушения использовать, нативный, и это может иметь свои применения, например, в селекции, когда мы можем проверить семена. После проверки эти семена остаются жизнеспособными и можем высадить только те семена, которые обладают интересующими нас признаками. Подходы к изучению метаболома и здесь можно сразу же выделить два кардинально различающихся подхода. Это зависит от задачи нашего эксперимента. Если мы точно знаем, какие вещества мы хотим оценивать, если у нас есть какая-то нулевая гипотеза, четко построенная, или если у нас есть мутант по какому-то, например, ферменту, и мы хотим посмотреть, как это все влияет в дальнейшем, можем использовать так называемый целевой подход или целевая метаболомика, которая позволяет очень селективно, с очень хорошей степенью достоверности количественно оценить изменения интересующих нас соединений. Но, естественно, соединения эти должны быть известны заранее, априори. И второй подход, который для нашего мастер-класса будет немножко более интересен, это так называемый скрининговый подход. Когда вы можете даже не знать класс соединений, за которым вы охотитесь, ну, к примеру, у вас есть два растения, которые различаются устойчивостью к вредителям. Или растения, пускай это будет даже линия, пускай они будут выровнены, которые были выращены в разных условиях. Вы хотите посмотреть, как это отражается в наборе метаболитов у этого растения. И тогда вам, конечно, не столь важно конкретное какое-то одно соединение, сколько возможность охватить как можно больше соединений, их исследовать. Пускай это будет полуколичественное, неколичественное, пускай будет с меньшей чувствительностью, с меньшей селективностью, но, как минимум, возможность сравнения нескольких вот таких вот метаболомов. Это будет скрининговый подход, где вы изучаете сразу же много соединений одновременно. Давайте попробуем теперь как-то формализовать, чем у нас будет отличаться целевой, targeted, и скрининговый, untargeted, подхода к метаболомике. Целевой, мы уже говорили, заранее знаем, какие соединения ищем. Набор известный и небольшой. Мы не можем там тысячи соединений сразу использовать. Естественно, этот подход нам дает максимальную селективность и достоверность определения. Естественно, так как мы знаем соединения, то можем подобрать оптимальные условия методологические для работы с этим соединением, чтобы его действительно очень хорошо увидеть, с максимальной чувствительностью, с максимальным количественным определением. И что для нас очень важно, что мы будем получать не только некое значение, сколько у нас его, но и будем знать точность, с которой мы получили это значение. Потому что на пути измерения, например, рост человека 180 см, оно, конечно, нам может о многом сказать, потому что мы предполагаем разброс значений. Но, с другой стороны, чем это было померено? Было ли померено сантиметром, или человек на глаз прикинул? И тут уже отношение к этим 180 см у нас будет различаться, потому что мы можем теперь прикинуть примерно погрешность, которую можно получить при изменении сантиметра, и, например, погрешность, которая будет при измерении на глаз без какого-нибудь референса. Таким образом, целевой подход позволяет нам получать точное количественное измерение. Скриннинговый же подход. Как мы уже говорили, здесь мы не знаем заранее, какие соединения мы ищем. В некоторых случаях даже класс соединения нам может быть не очень известен. И, естественно, у нас приоритетная теперь возможность получения данных о максимальном количестве соединений. Пускай мы пожертвуем селективностью, пускай мы пожертвуем достоверностью определения и количественными измерениями. Например, не будем точно знать ошибку, с которой мы это измеряем, или она у нас будет достаточно большая. Естественно, условий для детекции этих соединений идеальных мы создать не можем, потому что нам нужно детектировать все соединения, некоторые из которых вообще могут быть неизвестны. Но плюс то, что мы получаем теперь очень большое количество различных соединений с полуколичественной в идеале оценкой, с которой мы можем с вами работать. Давайте теперь рассмотрим, каким образом, в принципе, работают с экспериментальными данными в метаболомике. Какие у нас есть данные параметры для эксперимента, какие есть стадии работы с нашими экспериментальными данными. Ну и, конечно, прежде всего, нам бы хорошо определить тип эксперимента. Что это? Просто скрининг некоторых растений, и мы хотим найти, скажем, новые какие-то метаболиты. Сравнение ли это воздействия на какую-то одну линию и, соответственно, сравнение ее состояний. Или это количественный эксперимент целевой для того, чтобы определить конкретный набор каких-то метаболитов. Понятно, что в зависимости от типа эксперимента будет меняться и дальнейшая последовательность подготовки образцов и обработки результатов. Второе, на что нам важно обратить внимание, это то, сколько нам образцов понадобится для того, чтобы различия, которые мы с вами увидим, мы могли считать статистически значимыми. И здесь нам понадобится как минимум два параметра, которые мы хотим узнать. То есть, это ожидаемая биологическая вариабельность, насколько этот признак в норме варьирует. И ожидаемый эффект воздействия. Насколько должен измениться признак, чтобы мы сказали, что да, изменение этого признака, изменение этого метаболита, скажем, на 20% имеет под собой какой-то биологический эффект. Потому что для многих метаболитов может оказаться так, что изменение там на 2-3% да, в общем-то, ни к чему не приведет. И да, мы можем получить с вами при громадной выборке какие-то данные, которые, в принципе, можем даже считать статистически значимыми. Но они не могут, в принципе, быть настолько маленькие различия, что, в общем, не иметь никакого дальнейшего эффекта. Поэтому, если мы с вами знаем ожидаемый эффект воздействия, если мы знаем биологическую вариабельность, чтобы понять, насколько она межинвидуально высока и не прикрывается ли она, если прикрывается, то насколько с изменением вариабельности при изменении условий. И если мы теперь знаем, каким статистическим методом мы хотим использоваться и какая у нас у этого метода статистическая мощность, мы можем с вами легко получить количество повторов, количество измерений, которые нужно провести, чтобы, скажем, с 80% вероятностью, предположим, получить статистически достоверные различия. То есть мы можем заранее оценить, сколько на образцов понадобится. Ну, опять же, понятно, что это относится только к экспериментам типа сравнения воздействия, сравнения состояний. Если нас интересует просто скрининг, мы просто берем много растений различных и ищем, какие компоненты в них присутствуют, то, конечно, там будут другие подходы. Какие части эксперимента нам нужно с вами выполнить? Ну, во-первых, нам нужно с вами правильно взять образцы. Таким образом, чтобы получить в результате репрезентативную выборку, и нам нужно хранить эти образцы в оптимальных условиях, чтобы не происходило дальнейшего их изменения. В дальнейшем нам нужно из этих образцов выделить метаболиты. И так как химическая природа метаболитов очень сильно различается, то понятно, что у нас не будет одного какого-то подхода для идеального выделения всех имеющихся метаболитов. Нам нужно будет использовать либо разные подходы, либо при каком-то одном подходе жертвовать какими-то классами веществ. В итоге, что мы должны получить после выделения? Набор метаболитов пригодных для анализа, контроля качества и пустые образцы, для того, чтобы можно было оценить уровень контаминации наших растворителей, лабораторий и так далее, чтобы мы могли увидеть только те соединения, которые действительно присутствуют в наших образцах. Дальше нам нужно будет провести измерения в зависимости от того, какой это метод, газовая, жидкостная ли это, хроматомоспектрометрия, EMR ли это, спектроскопия ли это, видимого и нефракрасного света. В итоге мы получаем некие файлы в формате прибора. И теперь из этих файлов нам нужно с вами получить различия, если мы говорим о сравнении воздействий. Чем различаются, насколько достоверно у нас с вами различаются наши, пускай будет два состояния. Поэтому мы должны произвести некую первичную обработку данных. Как вы увидите в дальнейшем на второй лекции, для одного вещества мы будем получать в этом файле несколько значений. То есть может оказаться так, что у нас, скажем, какое-то одно вещество, мы провели с вами массспектрометрию, но мы получаем для этого вещества не один пик, не одно соотношение массы к заряду, а несколько таких соотношений. И все они имеют отношение именно к этому веществу. Будь то за счет фрагментации в источнике, будь то за счет наличия каких-то дуктов, будь то за счет еще каких-то вещей. И нам, конечно, нужно произвести некую первичную обработку для того, чтобы сократить размерность наших данных, чтобы мы могли с ними работать. И чтобы мы могли дальше за какое-то разумное количество времени с ними, во-первых, получить результаты, а во-вторых, не смотреть на различия именно методологические, а увидеть именно различия наших образцов. Дальше мы получаем в итоге некую таблицу, где у нас есть признаки, образцы, соответственно, по одной оси и по другой, и в каждой ячейке у нас выраженность этого признака. Концентрация, площадь под пиком или какие-то другие значения. Теперь нам нужно использовать статистическую обработку, в результате которой мы получим с вами тоже табличку, где у нас будут указаны, например, различающиеся признаки и оценка значимости этих различий. Либо у нас может быть графическое представление, показывающее, какие из образцов у нас более похожи на какие другие образцы из этой группы. И если у нас есть возможность провести кластерный анализ, мы можем сказать, какие из этих образцов образует кластер, насколько достоверно они отличаются и так далее. И после этого нам нужно теперь сделать интерпретацию этих данных, в общем-то биологическую уже. В результате нам нужно будет с вами получить оценку изменения биохимических путей. Что именно поменялось? Потому что просто изменение концентрации метаболита не всегда для нас является адекватным. Нам интересно, к чему это может привести или как нам получить такое же изменение, если мы это хотим перенести в какое-то другое растение, например. Ну и давайте попробуем каждый из этих этапов очень бегло. Как я уже говорил, это у нас такой вводный курс, поэтому, конечно же, мы не сможем посвятить этому много времени рассмотреть. На взятие образцов у нас будет очень много важных параметров, ведь мы же хотим с вами получить репрезентативную выборку. А значит нам нужно, чтобы те изменения, которые у нас есть, отражали не то, как мы собирали образцы, в какое время, из какого места брали, как, а именно изменение метаболитов в растениях. И давайте посмотрим, как это сделать. Ну, надо, кстати, здесь еще одно сразу же замечание сделать, что в зависимости от метода будет еще очень важен объем образца. Если вы, например, будете брать на хроматомоспектрометрию, это достаточно небольшое количество образца может быть использовано. Если же вы собираетесь работать с ядерно-магнитным резонансом, с ЯМР-спектроскопией, то здесь образца уже может потребоваться больше. Ну, а если мы говорим о спектроскопии, видимого света инфракрасного и так далее, то вполне возможно образца потребуется еще больше. Давайте посмотрим из этой таблицы такой параметр, как время забора проба. В статье, графики с которой здесь приведены, рассматривалось изменение различных метаболитов по времени. От нуля часов до 24 часов. Соответственно, понятно, что здесь указано время инсоляции, когда есть солнце, темновая фаза. И, как мы видим, для разных метаболитов имеются разные изменения. То есть, какие-то метаболиты практически не меняются или меняются очень слабо. Какие-то метаболиты меняются через эти фазы совместно. А какие-то метаболиты очень сильно различаются, вместо того, в какое время собирался данный образец. И если мы теперь будем использовать так называемый метод главных компонент для сравнения, предположим, нескольких линий растений в этих условиях, в это время, которое мы забирали, то мы увидим, что для какого-то времени у нас есть очень хорошее разделение этих трех групп. А для каких-то временных промежутков, в общем-то, эти группы друг на друга очень сильно похожи. Поэтому, конечно же, время забора пробы является очень важным параметром, и нам нужно это стандартизировать. То есть, нам нужно с вами при возможности сбирать все пробы в одно и то же время. Следующее. Место забора пробы. Предположим, у нас есть лист. Естественно, возникает вопрос, из какой части листа нам брать проба. Можно, конечно, гомогенизировать весь лист целиком и получить некое усредненное значение. Давайте посмотрим, опять же, на данные из двух статей. Первая статья смотрела чисто транскриптомно. Какие транскрипты присутствуют в какой части листа. И, как вы видите, здесь есть как минимум три градиента для различных транскриптов. Ну и понятно, что если у нас транскриптомные данные различаются, значит, у нас будут различаться и белки, и ферменты, которые участвуют уже в нашем метаболизме. И, соответственно, вторая статья точно так же взят листик, взяты разные части этого листика. И для каждой из этих частей проанализировано наличие, ну, здесь всего четырех метаболитов, чтобы показать, насколько высока разница. И если мы будем смотреть изменения, то в некоторых случаях у нас может быть изменение два раза по сравнению с частью листа, который мы брали. То есть, если мы будем брать от каких-то листов, скажем, только верхнюю часть, от каких-то только нижнюю, то изменения, которые мы получим, может быть, будут зависеть не от условий, в которые мы вместили наше растение, а просто от того, что мы взяли разные части листа. Таким образом, место забора пробы, так же, как и время, критично для метаболомики. Итак, хранение образца. Давайте попробуем посмотреть, как в статье сравнили то, насколько похожи образцы, хранящиеся при двух температурах, минус 20, плюс 4, по сравнению с образцами, которые хранились при минус 80. И, как вы видите, образцы, хранившиеся на плюс 4, очень быстро становятся непохожими на исходные образцы. Как мы говорили, некоторые реакции могут идти спонтанно, ну и, соответственно, при повышении температуры, естественно, скорость реакции возрастает. Для плюс 20 тоже, если мы посмотрим, есть некая тенденция к увеличению разницы от образца, хранившегося при минус 80, ну и, тем не менее, уже лучше. Поэтому здесь тоже нужно принять во внимание, как мы храним образцы, храним ли мы их уже выделенными в виде метаболитов, храним ли мы с вами это замороженное в виде тех же самых листиков и так далее, и при какой температуре, при каких условиях наличия света, например, мы это будем с вами делать. Повторности. Понятно, что если мы будем исследовать одну пробу с одного растения, то каким образом нам оценить разброс становится немножко непонятно. Если же у нас есть несколько растений, в идеале это, конечно, либо линия, либо сорт растений, либо каким-то образом выровненная популяция, то мы тогда можем оценить с вами такой важный параметр, как разброс этих признаков и между индивидуальные различия. Потому что если мы сравним, например, две популяции, нас интересует, чтобы межиндивидуальные различия в каждой популяции были меньше, чем различия между ними. Собственно говоря, это не даст нам тот признак, чем эти популяции различаются. Поэтому правильное взятие биологических повторностей, это когда мы с вами будем брать одинаковые участки с растений одной и той же стадии развития. То есть вот с этих растений, как видите, мы с вами не берем. Другая стадия развития. С одинакового участка нашего растения и желательно практически одновременно. Чем одновременнее мы это сможем сделать, тем лучше. И конечно растения должны в идеале быть выращены еще в каких-то тендертизированных условиях. В идеале, скажем, на одном поле или в одной комнате с климатическими условиями контролируемыми. Неправильный способ взятия. Какие здесь можно взять ошибки? Ну, во-первых, можно взять разные части растения. Да, скажем, листья тоже различаются. Первый лист, например, который получается, флаговый лист и так далее, они, естественно, будут различаться по составу метаболитов. Один более новый, другой более старый. Части листа об этом уже говорили. Стадии развития. Посмотрите, если мы возьмем какое-нибудь вот такое растение, уже хорошо развившееся, и растение, которое, скажем, еще только-только начинает зацветать. Понятно, что тоже будут различаться. И взятие проб с одного растения не будут являться биологическими повторностями. То есть, если мы, скажем, возьмем вот эту часть растения, вот эту, это неправильно. Правильно брать тот же лист для растений разных, та же часть листа, та же стадия развития, но, соответственно, по одной пробе с каждого растения. Предположим, что у нас теперь с вами есть два условия развития или две линии растений, мы хотим их сравнить. И для того, чтобы нам собрать наши образцы, пускай у нас будет шесть образцов одной линии, шесть образцов другой линии, нам понадобится по два часа на каждую из этих линий. И мы собираем их вот так вот в порядке, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. А время за это время проходит. 120 минут прошло, 240 минут прошло. Мы уже говорили, что время является очень важным параметром. Кроме того, если мы теперь будем собирать, скажем, в разные пробирки, одной фирмы, другой фирмы, у нас в этих пробирках могут быть тоже какие-то соединения, которые с того же самого пластика, например, перейдут теперь в нашу пробу, которую мы будем анализировать. И таким образом мы с вами заранее создали возможность различия этих групп, даже если их нет. Как поступать более правильно? Предположим, у нас 240 минут на сбор наших проб, но давайте их собирать теперь не по порядку. Первую пробу взяли, вторую пробу, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую. Можно сделать себе просто экселевскую табличку, например. Там есть замечательная функция случайных чисел, которую вы можете использовать для того, чтобы получить вот такие ряды, которые совершенно случайно сделаны. Да, те же самые 240 минут. Но теперь и в первых 120 минутах, и во вторых 120 минутах у нас есть растения из каждого класса. И мы теперь можем сравнивать действительно разницу именно между растениями, а не разницу между тем, в какое время мы это с вами собирали. Следующая часть, которая нам будет важна, это то, как мы будем выделять теперь из наших образцов метаболиты для исследования. То есть, как мы будем их экстрагировать, какие нам нужны образцы подготовить, кроме самих образцов, содержащих, соответственно, метаболиты. И как нам это все делать для того, чтобы мы могли это исследовать на приборе. В результате чего мы должны будем получить с вами набор метаболитов и другие пробы, о которых мы поговорим чуть дальше, пригодных для анализа на приборе в виде одной партии. Для того, чтобы мы могли теперь сравнивать различия между разными условиями, при которых, скажем, выращивались наши растения. Как я уже говорил, одного идеального варианта выделения всех метаболитов не существует. В виде примера можно привести, например, вот такой вариант выделения, где можно выделить и белки для протеомики, и водорастворимые метаболиты в одной из фаз, и жирорастворимые метаболиты в другой из фаз. Как видите, используются разные растворители, и за счет разной растворимости, опять же, полярное и неполярное соединение, например, они оказываются в разных частях вот этих жидкостей. Жидкости несмешиваемые используются. Ну, например, мы можем использовать метилтридбутировый эфир в метаноле. Мы можем использовать, например, хлороформ, и в дальнейшем мы можем, скажем, разделить эти жидкости, по плотности оцентрифугировать. Ну, и как пример из этой вот статьи, это то, что мы теперь на глаз можем увидеть с вами различия в метаболитах. Ну, понятно, что белки нужно анализировать отдельно, просто по окраске здесь хорошо видно. О методах выделения мы немножко поговорим, когда будем говорить о получении скринингового исследования метаболома на жидкостной и газовой хроматомаспектрометрии. Естественно, если вы работаете с целевой метаболомикой, то можно подобрать условия для выделения именно вашего класса соединений, насколько это возможно сделать. Но, что нам нужно сейчас здесь рассмотреть подробнее? Согласитесь, что на всех этих стадиях у нас будет происходить некая потеря материала и, возможно, внесение в нашу пробу каких-то чужеродных веществ. Ну, например, у нас могут из пробирки какие-то пластификаторы или еще что-то попасть в нашу пробу. У нас может что-то попасть из наших чашек, где мы гомогенизировали. У нас может быть в растворителях, которые мы используем, что-то, что нас не интересует. И так далее. То есть, наша задача теперь каким-то образом избавиться от вот этих вот изменений. Более того, дальше, когда мы будем с вами использовать какой-то прибор для получения выраженности признаков, будь то соотношение массы к заряду, то есть мы не можем сейчас говорить конкретно о соединениях, будем говорить о признаках, из которых мы эти соединения можем получить, то здесь также может еще быть ошибка самого прибора, как систематическая, так и случайная, и с ней тоже нужно что-то делать. Поэтому можем с вами использовать так называемый внутренний стандарт. Некое вещество, которое в нашей пробе не присутствует, но которое очень близко по химической природе. Ну, например, просто другой изотопный состав. Мы взяли вещество, где содержится только, скажем, изотоп водорода с массой 2-дольтона, и за счет этого мы имеем вещество, которое химически будет точно так же выделяться. Ну, с ионизацией там есть, конечно, особенности, но предполагаем, что ионизироваться точно так же. И в итоге мы теперь можем сравнивать это вещество, которое мы добавили, с веществом, которое у нас содержится в нашем образце. Добавлять его, давайте вернемся на предыдущий слайд, конечно же, нужно в самом начале, например, во время хомогенизации или во время первой экстракции. И тогда, если это вещество у нас будет где-то теряться, то, естественно, мы его получим с вами в итоговой пробе в меньшем количестве. Но мы знаем точно концентрацию, с которой мы его добавили. Не знаю, там 100 микрограмм, скажем, на миллилитр, например, добавили, а получили, скажем, там 80 микрограмм на миллилитр. И мы знаем, что 20 микрограмм у нас между ними с вами потерялось. Теперь мы, например, знаем, что вещество, которое нас интересует, здесь у нас было в концентрации то, что мы получили, например, 40 микрограмм на миллилитр. Понятно, что мы теперь можем оценить точно, сколько того вещества было изначально. Достаточно простым способом сказать, что на самом-то деле его было 50 микрограмм на миллилитр. То есть использование внутреннего стандарта позволяет нам с вами учесть потери и ошибки проб подготовки. Опять же, если у нас, скажем, в какой-то момент времени какая-то из пробирок, не знаю, пролилась, испарилась, при большей температуре держалась или еще что-то произошла, большая потеря этого вещества, то и внутренний стандарт потеряется тоже больше. И мы можем всегда с вами нормализовать концентрация стандарта и аналита, концентрация, интенсивность, соответственно, пускай, если мы говорим о хроматом аспектрометрии, площадь под пиком. И вот наши изменения. Следующее, что мы можем еще сделать. На самом деле мы говорили, что прибор сам по себе может иметь ошибку. И предположим, что у нас было три партии в разное время. И здесь площадь под пиком, то есть, условно говоря, концентрация. Здесь номера образцов, которые мы с вами делали. И здесь некая средняя между всеми образцами. А здесь показаны средние между нашими партиями. И, как вы видите, каждая партия отличается немножко по интенсивности нашего внутреннего стандарта. Естественно, сравнивать их теперь вместе статистически не очень корректно, потому что мы с вами увидим не только разницу между нашими, скажем так, исходными концентрациями, но и разницу просто между партиями, которые мы с вами на прибор подавали. Скажем, это мы исследовали в первый день, это во второй день, это в третий день. Ну и, естественно, у нас получится разница между днями, которая нас не очень интересует. Что можно сделать? А можно домножить теперь концентрацию нашего аналита на вот эту разницу. Ну, на самом деле, всех аналитов. И получить таким образом вот такую вот нормализованную, уже выровненную, выровненный набор данных для исследования. Как видите, теперь средние для каждого группы в батче у нас совпадают. И, естественно, статистику мы теперь можем с вами нормально проводить. Какая еще есть особенность? Почему мы не можем добавить этот внутренний стандарт отдельно в баночку потом и померить? Дело в том, что у нас еще есть так называемый матричный эффект образца. Ведь, когда мы с вами гомогенизировали, например, наш образец, то в нем у нас содержалось не только наше вещество интереса, но и, например, клеточные стенки. И вполне возможно, наше вещество интереса может их, ну, предположим, если это какой-то пигмент-краситель, окрашивать. То есть теряться из образца. И замести того, сколько вот этих клеточных стенок было, его будет теряться больше или меньше. То есть у каждого образца есть дополнительные, даже если мы их не исследуем, какие-то компоненты, которые могут оказывать эффект на итоговую концентрацию, которую мы с вами будем получать. Если мы добавляем с вами внутренний стандарт, то матричный эффект на него также будет воздействовать. И в итоге мы можем это использовать для сравнения. Предположим, здесь у нас этот пик, это наш стандарт. Мы знаем, что мы его добавили в одинаковой концентрации везде, поэтому можем считать, что он у нас не меняется. А здесь мы получили концентрацию нашего интересующего вещества. Теперь можем просто с вами это сравнить. Таким образом, внутренний стандарт, как мы уже говорили, это вещество близко к химической природе, в идеале просто другой изотопный состав. Вещество должно отсутствовать в образце и быть аналитически отделимым от изучаемых в этом образце веществ, чтобы мы могли его отдельно померить, чтобы оно выходило, например, отдельным пиком, желательно после нашего вещества, которое мы исследуем. Ну и, соответственно, добавленное на этапе выделение в известной концентрации во все наши образцы. Не всегда, к сожалению, можем использовать внутренний стандарт и в некоторых случаях нам приходится поступать как-то по-другому. Ну и даже при наличии внутреннего стандарта нам имеет смысл еще сделать образец контроля качества, так называемый Quality Control QC. И получить такой образец мы можем несколькими способами. Либо, если мы исследуем что-то, что хорошо охарактеризовано, ну, к сожалению, с растениями это достаточно сложно. В случае, если мы говорили бы о животных, можем говорить о, например, сыворотке крови, о грудном молоке и так далее, где можно купить стандарт уже готовый, где содержатся вещества из этого образца, стандарты. Они в известной концентрации, хорошо охарактеризованы и так далее. Мы же работаем с растением. Чаще всего у нас нет такого биотичного стандарта, который мы могли бы просто использовать, где-то купить. И тогда имеет смысл готовить пул из образца. Предположим, у нас есть с вами 8 образцов. Предположим, они у нас там по сколько-то микролитров. Мы можем взять одинаковое количество микролитров от каждого образца и добавить пробирку большего объема. То есть от каждого образца, скажем, взять 10 микролитров. В итоге мы с вами получим 800 микролитров, которые мы можем теперь опять разоликвотить, так, чтобы у нас получилось некоторое количество нашего образца, но в отдельных пробирках. Почему нам нужно их обязательно оликвотить? Если мы в дальнейшем будем их исследовать, то, конечно, например, многократно их замораживать, размораживать нельзя. Это первое. А второе. Мы можем немножко ошибаться в приготовлении оликватирования, в количестве, которое мы отобрали, в перемешивании и так далее. И это позволит нам в дальнейшем оценить разброс, например, показания нашего прибора. Насколько прибор у нас может хорошо оценивать изменения. И эти образцы мы с вами будем использовать для чего? Так как в них присутствуют все вещества из всех наших проб, то мы можем это делать для того, чтобы, например, посмотреть систематическую ошибку прибора. Теперь мы можем с вами сравнивать эту концентрацию, так как она усредненная, с нашими образцами, если нас это интересует. Если мы будем несколько раз такие образцы мерить, скажем, три раза, мы можем получить дисперсию повторных измерений нашего прибора, насколько можем верить нашему прибору. Ну и если мы еще сделаем несколько двойных или десятичных разведений, можем посмотреть, насколько линейно меняется вычисленное нашим прибором количество. И это позволит нам в дальнейшем знать, что мы можем с вами количественно померить, а что померить достаточно сложно. Таким образом, QC нужно готовить всегда, тут деваться некуда, готовиться он очень просто. Еще два образца, которые нам имеет смысл включить в наш запуск на, предположим, хроматомоспектрометре. Это так называемый двойной пустой образец. То есть это либо чистая вода, либо, если мы говорим о хроматографии, то это первая фаза, фаза А. И здесь мы сможем увидеть контаминацию самого прибора и контаминацию, скажем, подвижных фаз, которые мы с вами будем использовать. И еще один образец, который нам тоже необходимо приготовить, это так называемый просто пустой образец, где мы проходим все этапы проб-подготовки за исключением добавления нашего образца. То есть, например, выделяем из нашего образца, греем на термошейкере, добавляем туда, скажем, пускай будет метанол, хлороформ, еще что-то, перемешиваем. Для этого образца мы делаем все точно так же. Абсолютно все повторяем действия теми же самыми носиками, такое же количество отбираем, все один к одному. И здесь мы увидим с вами контаминацию реактивов посуды, которую мы с вами используем, ну и, соответственно, контаминацию фаза прибора тоже увидим. Для чего мы все это делаем? Для того, чтобы в дальнейшем мы могли запустить все эти образцы вместе. Давайте через один слайд перепрыгнем и посмотрим на возможную последовательность исследования полученных образцов. Конечно, в зависимости от того, что вы исследуете, это может различаться, поэтому то, что я предлагаю, это только один из вариантов, но я попытаюсь его сейчас объяснить. Ну и прежде всего нам нужно произвести оценку не только наших метаболитов в наших образцах, но и иметь понятие о контаминации как нашего прибора, так и, соответственно, реактив, который мы использовали. Нам нужно понимать, насколько можем доверять прибору, насколько, скажем, большой разброс в измерениях, чаще всего, конечно, интенсивности, то есть количество образца. Нам нужно понимать, насколько линейны эти измерения, можем ли мы с ними работать. Ну и так как все-таки во время работы прибора могут меняться какие-то параметры, не знаю, там температура, еще что-нибудь, напряжение в сети, не дай бог, то могут в итоге это иметь отношение к изменению параметров, которые прибор меряет. И нам нужно было бы наш контрольный образец несколько раз повторять. Ну и понятно, что если мы говорим о хроматографии, прежде чем у нас все это пойдет хорошо, нам нужно несколько раз этот протокол повторить, чтобы колонка и, соответственно, прибор у нас, ну, скажем так, эквивализовались, выровнялись. И вариант, который, на мой взгляд, достаточно хороший для работы, это приготовление, скажем, одного контроля качества на 5-10 образцов, чтобы можно было отследить изменения прибора. Предположим, что у нас 15 образцов, мы приготовили 3 абсолютно одинаковых виала с нашим контролем качества, тот самый пулированный образец, где мы взяли со всех образцов небольшую оликвоту. И ставим их первыми 3 штуки. Они выполнят сразу 2 функции. Во-первых, это эквивализация всей системы, дальше весь протокол пойдет точно так же. Второе, мы 3 раза меряем, по сути дела, одно и то же. Мы можем теперь оценить, насколько у нашего прибора есть разница разброс в измерениях, насколько мы можем доверять. Следующее, это двойной пустой образец. Мы говорили, что в этом образце у нас нет ничего, кроме либо дистиллированной воды, либо фазы А, что лучше с прибора. То есть здесь мы оцениваем качество, фаз, колонки, прибора, что из контаминанта там появляется. И теперь все вещества, которые мы получим в этом образце, мы можем просто вычесть, потому что эти вещества – это контаминанты. Следующее, что мы можем сделать, это уже опционально абсолютно, это оценка линейности прибора. Тот же самый образец контроля качества, пулированный, растворенный в двойных разведениях от 100% до 6,25%. Здесь мы можем с вами оценить несколько вещей. Во-первых, каждый из аналитов, который у нас будет присутствовать во всех наших образцах, между этими разведениями меняется в два раза. И можем оценить, насколько линейно измерение, которое наш прибор дает. Нет ли здесь насыщения, когда у нас слишком много какого-то вещества и, соответственно, мы не можем количество матери оценивать. Можем оценить лимит детекции, то есть, насколько мало вещества нужно, чтобы прибор его еще увидел. И таким образом, так как мы еще, к тому же, анализируем все время одно и то же, можем посмотреть те вещества, которые мы получаем. Будут ли меняться закономерно, или это какой-то шум, какая-то случайная совершенно особенность. Потому что, если такие вещества в пробе 100, скажем, отсутствуют, а в пробе, скажем, 12 присутствуют, ну, естественно, с ними работать уже не нужно. Их из дальнейшего анализа эти вещества нам придется извлечь. Опять же, опционально, но если есть такая возможность, это некий стандарт, который содержит смесь тех веществ, которые вы планируете обнаружить в вашем образце. Если веществ много, то хотя бы какие-то из них для чего? Для того, чтобы можно было на них, во-первых, проверить всю дальнейшую обработку, увидите ли вы их или не увидите, и стандартизовать вашу работу прибору. То есть, когда, какой из этих, какой из этих веществ вы увидите, так, чтобы между различными партиями это было абсолютно одинаково, ну, и к тому же, опять же, некий контроль того, как мы все это получаем. Следующее. Первая партия образцов. Как видите, эта партия у нас идет рандомизирована. То есть, мы берем пробы из разных групп, группа 1 и группа 2. Более того, мы их берем не подряд. Они, как видите, разбросаны случайно. После пяти образцов мы с вами повторяем опять контроль качества. И вот у нас первая виала. Мы из нее берем. Мы можем теперь сравнить, как изменилась работа прибора за время вот этих проб. Насколько можем удоверять. Дальше у нас будет опять 5 рандомизированных образцов. Опять контроль качества. Но теперь посмотрите, это уже вторая виала, которую мы здесь брали. 5 образцов рандомизированных. Ну, в данном случае, 4 у меня нарисовано, чтобы поместилось. Ну, и, соответственно, некий QC3. Вот он у нас здесь опять есть. Опять же, абсолютно не обязательно, но можно сделать еще раз оценку линейности. Те же самые образцы еще раз повторить. Для чего? Если у вас есть только одно измерение, насколько вы можете доверять? Если у вас есть хотя бы 2 повтора, это уже лучше. А если есть 3 повтора, вы, в принципе, уже можете сделать некую статистику. Поэтому для оценки линейности нам такой, как бы, точной повторности, конечно, не нужно, но мы можем посмотреть, как теперь у нас прибор отвечает после того, как проанализировался нашу партию. Ну, и последнее. Мы добавляем теперь пустой образец, который прошел все этапы пробподготовки. И здесь мы с вами можем посмотреть, какие вещества у нас оказались в виде контоминаций во время подготовки образца. Естественно, эти вещества нам нужно будет в дальнейшем при обработке уже данных убрать. Потому что это не те вещества, которые будут меняться в нашем образце из-за того, что изменились в наших растениях. А это какие-то загрязнители, которые будут меняться совершенно случайным образом. Вопрос, который у нас остается пока не закрытым, это сколько образцов нам нужно брать, сколько образцов у нас будет достаточно. И, опять же, как я говорил, если мы с вами знаем размеры эффекта изменчивости выборки, знаем тест статистический, который мы будем использовать, то достаточно легко в любой программе, в пасте, в СПСС, в любой статистической программе посмотреть, какой должен быть размер выборки для того, чтобы с какой-то определенной статистической силой мы могли провести эту оценку. Если же мы с вами не знаем этого, то мы можем провести такое пилотное исследование. Видите, в данном случае мы взяли с вами всего 15 образцов, ну, вернее, 14. И на основе анализа этого пилотного исследования мы можем с вами получить как минимум изменчивость выборки. Мы с вами знаем, какой тест мы можем с вами использовать, какая мощность теста нам нужна. И, в принципе, мы можем уже увидеть, насколько изменяются между этими двумя группами значения, и оценить размер эффекта. Насколько должны изменяться количество интересующих нас аналитов, чтобы мы могли сказать, что да, имеется биологическая значимость за вот этими изменениями. Я очень сильно рекомендую для начала, чтобы можно было не устанавливать у себя программ, не разбираться с ними, можно использовать вот такой сайт, называется Metabo Analyst. Вот на него ссылка. который позволяет проводить, ну, скажем так, практически большую часть статистической обработки в метаболомике, очень быстро, онлайн. И у него есть вот такой пунктик, анализ размера и мощности статического теста, где после предварительного анализа вашего пилотного исследования вы можете теперь оценить, сколько вам образцов в группе понадобится, чтобы получить, скажем, 80-процентную возможность, вероятность различия между, скажем, двумя группами образцов. То есть, как видите, это можно сделать не вслепую, а достаточно предсказуемо. На самом деле, еще интересный момент, что во многих сейчас исследованиях из-за границы, например, грантах, если подаются по метаболомике, вам нужно провести как раз-таки такое исследование, и в заявке на грант указать вот эти данные, чтобы было понятно, почему вы обосновали именно такую выборку, почему именно она даст вам такую-то вероятность получения различий между этими двумя группами, которые вы хотите сравнивать. Итак, мы с вами получили наш набор образцов, уже подготовленный для анализа в определенной последовательности. Теперь нам нужно провести измерения. Более подробно это вторая лекция, следующая будет. Здесь нам важен метод, который мы будем исследовать, какие условия мы будем использовать для проведения этого метода, нужны ли нам технические повторности. После этого мы получаем некий файл в формате прибора, как мы уже говорили, с которым нужно работать. И после этого у нас идет первичная обработка данных. Как вы увидите, на одно соединение мы будем получать в этом файле несколько, ну, скажем так, пиков, например, и они все равно будут относиться к этому одному соединению. Поэтому анализировать сразу статистически исходный файл с прибора смысла нет. Нам нужно его упростить, чтобы можно было дальше с ним работать. Что нам нужно сделать? Ну, если мы будем говорить о хроматографии, то время, через которое после начала эксперимента у вас будет выходить интересующее вас соединение, может немножко различаться. Нам бы хорошо выровнять так, чтобы для всех образцов время выхода каждого соединения, повторяющегося в этих образцах, было одинаково, что мы могли сравнивать. Следующее. Мы уже говорили, что мы с вами использовали контроль качества. И он отражает то, насколько эффективен наш прибор. Мы можем теперь нормализовать по этому контролю качества наши образцы, чтобы эффект от изменения эффективности прибора убрать. Чтобы сравнивать теперь не дни, в которые мы с вами на этом приборе работали, а действительно количество интересующих нас аналитов. Следующее. Если нас интересует полуколичественное исследование, или если у нас задача была как раз таки целевая метаболомика, мы хотим получить количественное, это построение калибровочной кривой для соединений, это вычитание загрязнений, ну, например, тех соединений, которые повторяются между всеми пробами, в том числе и пустой пробой. Соответственно, это что-то, что находится в каких-то реактивах или посуде. Это сведение многих пиков, принадлежащих одному соединению, к одному соединению, что упростит нам сильно жизнь. Ну, и, конечно, в идеале нам бы еще провести аннотацию, то есть нам бы еще понять вот этот некий пик, который мы получили, что это за вещество и как с ним дальше можно было бы работать. После этого нам нужно будет сделать статистическую обработку, о которой мы сейчас поговорим очень кратко на следующем слайде. Нам нужно будет отфильтровать наши данные таким образом, чтобы только те данные, которые могут дать нам какие-то различия, у нас остались. И провести в зависимости от того, какой у нас эксперимент, различные уже методы сравнения, параметрические, непараметрические тесты, кластерный анализ, возможно, какие-то методы снижения размерности, метод главных компонент, например, который позволит нам узнать, насколько наши образцы друг на друга похожи и каким образом можно было бы их друг от друга отличать. Но в результате мы с вами получим признаки, которые различаются с оценкой значимости этих различий. Опять же, отсылаю вас к метабоаналисту, очень хороший сайт, на котором можно всю эту статистическую обработку быстро провести. Но и остается последняя творческая вещь, которую мы рассматривать здесь уже не будем. Это анализ изменения вот этих метаболических сетей. Мы получили метаболиты в какой-то точке времени. Что это значит? Что изменилось? Как это можно дальше использовать? Какое у нас есть обогащение? Каких принципов метаболитов стало больше? Является ли это конечными продуктами, промежуточными продуктами, сломалось ли что-то, либо сильно расходуется? Можно ли это использовать как биомаркер в селекции? Или как биомаркер устойчивости к чему-то? И так далее. Но это уже выходит за рамки нашего вводного курса. Итак, статистическая обработка. Как нам уменьшить количество этих пиков, которые мы с вами получили, для того, чтобы их можно было проанализировать? И как их подготовить? Ну, прежде всего, если мы с прибора получаем некие данные, и у нас есть некий уровень химического шума, или, соответственно, того прибора, который равен какому-то значению. Понятно, что если у нас вдруг случайно, так как этот шум у нас случайно, есть какие-то выбросы с него, то нам нужно понять, где эти выбросы еще могут относиться к шуму, а где уже с какой-то достоверностью они будут относиться к нашему соединению, которое можно дальше учитывать. И, в принципе, смотреть на те пики, которые меньше этого значения, нам смысла особого нет. То есть, вот, например, это минимальное значение, при котором можем сказать «Да». С вероятностью, скажем, 90-95% это не шум, а наличие какого-то соединения. Все это оценивается в уровне для хроматомоспектрометрии сигнал «Шум». И если у нас уровень сигнал «Шума» больше трех, то мы будем считать, что это у нас минимальный предел детекции, когда можем сказать, что мы это соединение скорее всего обнаружили. Если мы будем говорить дальше о оценке уже количественные, то соотношение сигнала «Шума» должно быть уже больше 10. Таким образом, величины, которые меньше или около этого признака детекции, наверное, имеет смысл убрать. Их будет очень много, но значимости они будут иметь очень мало. Следующее. Предположим, что у нас есть некие признаки, которые между нашими пробами практически никак не меняются. Ну, предположим, какой-то первичный метаболит из какой-то части метаболической сети, которая вообще не затрагивается, какой-нибудь, не знаю, та же самая глюкоза, которая у нас там, какая-то концентрация постоянная есть, предположим. Понятно, что этот признак, где вариабельность такая маленькая между группами сравнения, нам, наверное, смотреть дальше не нужно. Он априори не будет сильно различаться. Дальше. Предположим, что у нас есть какие-то признаки, которые в нашем контроле качества, помните, мы ставили пробирки, пулированные, которые должны абсолютно одинаковые результаты давать. И этот признак в этих контрольных качествах имеет малую повторяемость. Где-то он, скажем, неких 60 единиц, где-то он 100 единиц, где-то он 0 единиц. Так как это контроль качества, так как это образец, в котором усредненно присутствуют все вещества, это что-то странное. И, конечно, если у нас отклонение больше 20% для него, наверное, его имеет смысл убрать. Это вряд ли что-то, что нас дальше заинтересует. Признаки, которые присутствуют только в небольшом количестве образцов. Это может быть какая-то контоминация. Если, конечно, это не коррелирует с группами, которые вы исследовали. Но, предположим, у вас есть две группы, и этот признак в одной группе у вас 100 образцов. Контроль, условно говоря, группа сравнения. Другая группа у вас тоже 100 образцов. И, скажем, у вас в 6 образцах с первой группой и в 8 образцах с второй группой этот признак есть, в других нет. Понятно, что статистика очень не любит нулевые значения. Ну, и к тому же, если он так редко повторяется, вполне вероятно, это что-то не относящееся к анализируемым образцам. Можно убрать. Следующие признаки, которые присутствуют в пустом или двойном пустом образце. То есть, то, что есть либо в приборе, либо в подвижных фазах, либо в реактивах, которые мы использовали для выделения, деривации, ну, в общем-то, подготовки. Ну, и последнее, что мы можем с вами убрать, чтобы упростить нам работу уже в статистике, это убрать те признаки, которые нелинейно меняются при разведении. Помните, мы с вами говорили, что мы можем поставить двойные разведения нашего контрольного образца, и тогда у нас есть возможность оценить, где мы количественно его можем измерять. Если у нас что-то вот настолько неколичественно меняется, но в дальнейшем мы будем сравнивать опять же это количество. Нужны ли нам будут такие образцы. Что еще можем с вами сделать для подготовки для анализа? Есть алгоритмы, которые позволяют сделать что-то с нулевыми значениями. Например, еще раз проанализировать эти данные и выделить те пики, которые оказались чуть-чуть ниже, чем наше соотношение сигнал-шум-3, но которые говорят, что да, этот аналит есть, но в каком-то очень маленьком количестве. И вот это маленькое количество это все-таки лучше, чем значение ноль для статистики. Так что можем заполнить эти отсутствующие величины. Или можем использовать какое-то преобразование, не знаю, логарифм или еще что-то, что позволит нам опять же получить данные, которых нуля в общем-то нету. И нормализовать эти величины. Первое, что мы можем еще проверить, чтобы понять, насколько мы вообще можем работать с нашими данными, это посмотреть похожесть между теми отдельными измерениями, которые мы с вами провели. И понятно, что в нашем исследовании у нас был этот контроль качества Qc, и у нас были наши образцы. Контроль качества Qc это некое усредненное значение всех аналитов со всех наших образцов. Оно должно располагаться в центре, оно должно быть, ну скажем так, в среднем одинаково похоже на все образцы. А если мы каждый из этих контрольных образцов сравним, они должны друг на друга быть похожи, это одни и те же образцы. В идеале картинка, если мы возьмем метод главных компонент, должна выглядеть примерно вот так. Вот посмотрите, в центре у нас собрались все наши контрольные образцы, а отдельные образцы у нас от него отличаются. Тогда, в принципе, понятно, что данные у нас достаточно хорошие. И нормализация. Для многих статических тестов нам бы хорошо, чтобы наш признак, наши признаки менялись по некому нормальному распределению. Но понятно, что какие-то аналиты будут в очень большом количестве присутствовать, какие-то в очень малом. И посмотрите, дисперсия, как у них сильно отличается. Но, с другой стороны, этого аналита меньше. И нам бы хорошо сделать так, чтобы могли их сравнивать, чтобы после какого-то преобразования, не знаю, грифмического или еще какого-то, мы получили что-то вот такое. Во сколько раз у нас этот признак между нашими образцами различается. Вот наш разброс. Ну и теперь, так как у нас эти различия более-менее нормализованы, мы можем их с вами сравнивать. Подходов статистических очень много. Я рассматривать, конечно же, все просто не смогу. Но несколько возможных подходов, которые можно сделать с этим же сайтом метабоаналиста, я пытаюсь продемонстрировать. очень удобен такой график, который называется график вулкана, вулканоплод. И он показывает изменения, во сколько раз больше или меньше вашего метаболита становится, по сравнению с тем, насколько вероятно, что это не случайно. То есть, какова значимость этих изменений. И, например, если мы проанализируем некий набор данных, после фильтрации, после того, как мы убрали лишние повторяющиеся и так далее данные, предположим, у нас около 400 осталось признаков, и казалось, что только один из них у нас уменьшается, только 11 из них у нас увеличивается. Видите, здесь положительное значение после логарифма, здесь отрицательное. и в итоге получается, только 12 признаков у нас достоверно различаются статистически, но опять же, не достоверно, а статистически значимо, скажем более правильно, различаются. И мы можем в дальнейшем сосредоточиться на том, чтобы сравнивать уже их. Либо вообще оставить только их в нашей таблице, либо, если их очень немного, можем посмотреть, что это за вещества, что это за признаки и как с ними можно дальше работать. Еще один график очень удобный, это корреляционная тепловая карта. И ее можно строить либо между образцами, если у вас много образцов, то понятно, что в идеале у вас образцы контроля должны быть более похожи друг на друга, чем образцы после какой-то обработки. И тогда можно сравнивать. Но может оказаться, что ваши образцы контрольные или ваши образцы экспериментальные тоже распадаются на какие-то группы. Тогда можно поискать, в чем причина вот такого поведения, какие именно вещества вызывают такое изменение. Ну и естественно, такой график имеет смысл сделать, чтобы понимать, сколько все-таки ваши контрольные образцы друг на друга похожи, насколько похожи ваши образцы экспериментальные. Следующее, что можно сделать, опять же, для удобства, это сравнение признаков между группами и построить, опять же, кластеризацию. тоже тепловая карта, в которой, например, видно, что вот в этой группе для вот этих аналитов их содержание падает, а вот для этой группы количество этих аналитов становится больше. Опять же, можно дальше посмотреть, что это за аналиты, в некоторых случаях даже их аннотировать и в дальнейшем их сравнивать. Ну и, наверное, последний из таких простых вариантов анализа, который я обязательно должен упомянуть, это метод главных компонентов. То, каким образом можно было преобразовать ваши данные, оставив только те, которые объясняют наибольшее количество различий. Ну, предположим, для того, чтобы объяснить, что такой метод главных компонентов, представим, что мы с вами занялись, пускай будут не растения, пускай будут, например, люди, чтобы было интереснее, антропометрии и начали измерять у человека объем головы, длину руки, длину ноги, рост, вес и много-много-много других признаков. Согласитесь, что некоторые признаки будут совместно меняться. Длина руки, длина ноги и общий рост, скорее всего, будут меняться очень пропорционально и похоже. Но, если у нас такая большая таблица, нам нужно сравнивать огромное количество данных. Это сложно. А что, если мы теперь посмотрим, какие из этих признаков, при каком объединении смогут объяснить нам различия в этой популяции на какое-то количество процентов. Предположим, что мы смотрим, пускай будет, например, люди, которые появились в, скажем, 18 веке и, скажем, там, в 21 веке. Выровненные, опять же, в выборке по возрасту, по всему остальному. И здесь понятно, что мы можем себе упростить задачу и посмотреть, что у нас длина руки, длина ноги, рост, они вместе коррелируют. Соответственно, можем вместо трех значений использовать некое одно, поставив перед ним коэффициенты. И сказать, что, скажем, рост у нас объясняет 50 процентов или 60 даже процентов всех различий, которые мы с вами наблюдаем. Уже хороший достаточно подход. Но при этом, скажем, у нас выборки как-то перекрываются. Потому что ведь у нас может еще быть какое-то что-то еще, что не очень сильно коррелирует. Например, вес. Да, понятно, что вес будет коррелировать с ростом, поэтому он объяснять будет гораздо меньшее количество различий. Но, тем не менее, здесь не такая прямая корреляция. И тогда получится, что взяв теперь вторую часть, скажем, там, опять же, вес, ну и дальше, понятно, что с весом будет коррелировать объем живота, скажем, количество жировой а не еще какие-то параменты, которые мы сделаем. Точно так же можно много компонентов объединить. И они, скажем, объясняют еще 20% из этой выборки. Смотрите, 60 плюс 20 мы уже с вами 80% всех различий объяснили. И можно теперь вот эти два компонента уже отложить и посмотреть, как они будут различаться. И, скажем, у нас теперь эти две группы, 16-17 век и 21-й, будут отличаться теперь очень хорошо по этим показателям. То же самое и если мы возьмем, скажем, дикий тип, какой-то эксперимент, из многих-многих-многих метаболитов посмотрим, какие из них меняются совместно, какие из них меняются различающие и сможем выделить несколько принципиальных компонентов. Те, которые как раз наиболее хорошо объясняют эти различия. Посмотрите, если мы возьмем только принципиальный компонент 1, то у нас, в принципе, если мы теперь спроецируем это сюда на ось, ну, различия, в общем-то, будут перекрываться. Если мы возьмем только принципиальный компонент 2, тем более, у нас сплошные перекрытия. Но если мы теперь возьмем два этих компонента, они позволяют нам разделить дикий тип и нашу контрольную группу на два участка, в чем здесь цветом обозначена 95% вероятность, что попадает в одну или в другую группу. Таким образом, можем сказать, что эти группы различаются по этим двум компонентам. Ну, а теперь мы можем посмотреть, а какие же вещества у нас влияют на отнесение к той или иной группе и в какой мере. Ну, и дальше уже конкретные эти признаки, в данном случае это соотношение массы к заряду, то есть мы можем дальше уже попробовать идентифицировать, что же это были за вещества, ну, и каким-то образом уже биологически отаннотировать, что именно происходит, в каких именно участвует это в биохимических процессах и за что это может быть ответственно. Конечно же, то, что я рассказал на этой вводной коротенькой лекции, то, что можно за полтора часа рассказать, это только классическая метаболомика, такой обзор того, что делается, и вот этот классический метаболомик это стоп-кадр всего нашего объекта, сложного, изменяющегося по времени, то есть фотография. Есть много других подходов, статистики, которые учитывают и цикличность изменений, и взаимосвязанность вот этих соединений, что одно соединение переходит в другое, есть некоторые реакции, которые идут с учетом ферментов, некоторые, которые идут одновременно, некоторые, которые идут произвольно сами по себе, ну, и к тому же сюда же можно было добавить и мультиомику, сюда можно было добавить транскриптомные данные, протеомные данные, И это сейчас такое бурно развивающееся направление, которое, я надеюсь, в конце концов даст нам возможность оценивать все омики вместе. Но, к сожалению, его рассмотрение, конечно, в эту лекцию уже не входит. Поэтому то, что мы с вами посмотрели, это такая классическая метаболомика. На этом первая лекция у нас завершена. Следующая лекция у нас будет по обзору методов метаболомики. Ну и в основном она будет, конечно же, посвящена жидкостной хроматам аспектрометрии. На этом спасибо за внимание. До встречи на следующей лекции.